Давайте сегодня зачитаю историю подписчицы, мы ее обсудим и напишите ваши комментарии, я расскажу, что я думаю по этому поводу. Добрый день, Галина! Хочу поблагодарить вас за ваше видео и ту информацию, которую даете подписчикам. Очень хорошо промывают мозги, ставят их на место. Я, как и многие другие, имею свою историю с Турцией и с турецким мужчиной. Да более банальную, видимо. Постараюсь вкратце и по делу. Итак, мне 36 лет, в разводе давно уже 6 лет. Как и все украинские женщины, не избалованы вниманием мужчин, так как наша статистика плачевна. Очень в прошлом году, в октябре, с мамой и сыном мы поехали в Турцию отдыхать на неделю в Анталию впервые. А до этого моя тетка тоже ездила уже два раза и предупредила меня о том, что я даже не обращала внимания на работников отелей, ресторанов, баров и тому подобное, так как они нас меняют как перчатки, да еще и могут спорить на женщин и так далее между собой. Я это уяснила и вперед полетели. Перед этим много работала, то есть была очень уставшая и по пролету впечатлилась природой, красотой Турции, ни о чем не думала и только отдыхала и наслаждалась красотами. И вот эта судьбоносная встреча с ним случилась, когда я вообще не ожидала, а тем более не собиралась даже знакомиться. На прогулке, на яхте меня заметила и не отходила от меня турок, помощник капитана. В общем, обменялись телефонами, вечером встретились, я женщина-взрослая не стала себе отказывать от романтики и вечернего продолжения, сами понимаете. И все, через два дня я улетала домой. Потом он по WhatsApp мне нашел и начал мне писать. Каждое утро, каждый вечер. Сначала я вообще не понимала, что за фигня это происходит и что ему от меня надо. Я далеко, он далеко. Но потом понятно было, у него перерыв какой-то, туристов нет в январе, в феврале скучно и начали с ним общаться. Он начал меня звать, приедь, приедь, при этом ничего не предлагал. То есть я должна приехать, оплатить все сама, а там он якобы меня погуляет. У меня тут карьерный рост, много работы, сын на первом месте, всегда, в общем, я не поехала. Нашлись мы с ним в Инстаграме. У него много девушек-друзей, которым он постоянно ставит лайки. Ну тут как бы далеко к гадалке ходить не надо, да? У него много девушек, которым часто ставят лайки. Вообще, как я выяснила позже, у него большая семья, сестры, братья, мама. У них одна папа умер, и теперь он один всех обеспечивает. Сам проживает на этой же яхте, на которой и работает. Ни квартиры, ни машины у него нет. В общем, думала, отстанет, но нет, пишет и пишет. Люблю, хочу, давай, приезжает, и моя жена, другой девушки. Нет, только ты, и все такое. А мы же имеем свойство уши развешивать и, собственно, внимать, хоть какое-то внимание уже хорошо. Я не остановила это общение. Как-то в мае он пропал на неделю, и я злилась в глубине души, радовалась, что все. Но боялась в тот же момент, что с ним что-то случилось. Потом он появился и сказал, что телефон он утопил. Даже новые странички создал в соцсетях. Интересно, что это было? Я вообще трудно верю людям, особенно мужикам. Продолжили общение. Люблю, хочу, только ты одна. А еще в нашем общении присутствовал такой аспект, не могу об этом не написать. Так меня это отпугивает, что-то типа секса по видео. В общем, мне это не нравится. И когда мы об этом с ним говорили, он мне это предлагал, я сказала, что не хочу, это отвергаю. Он сказал, ну окей, как хочешь, так и будет. Лично к нему ехать, деньги тратить, заработанные непосильным трудом я не хочу. Но планирую отпуск в октябре и, естественно, туда манит. Возьмем также семейную путевку и там посмотрю, как он себя поведет. Вообще внутри голос говорит, да не заморачивайся ты, а что, все-таки что-то манит. Пробовала найти местного мужчину, но за год ничего вообще у нас в стране с мужиками, дефицит. Вот все одна и одна. Вообще и замуж за него, и Турция для проживания, я все это не планирую. Как понять себя, почему так тащить туда? Почему я не могу поставить точку? Еще виню себя за то, что так долго... Он еще и меня винит за то, что я так долго к нему приехать не могу. Еще весной хотела ехать, но ситуация с ковидом остановила. Что в Турции с мужчинами действительно все такие, что влюбился и так долго пишет, общается? Или так многие поступают? Вообще, короче говоря, что мне делать? Если эта история еще кому-то поможет, я буду очень рада. Заранее большое спасибо, жду комментарии от других девушек. Давайте расскажу. Эта история уже далеко не первая будет на канале, потому что все вокруг этого и ходит, по сути говоря. У меня было видео до этого, несовершенно недавно. Может, вы уже его посмотрели. Я думаю, что если регулярно все видео у меня смотрите, о том, почему нас манит эмоционально такое общение к мужчине, или когда я рассталась с ним, мне какие-то эмоции остались. То есть я вижу минусы, но какой-то эмоциональный подъем я чувствую. Почему меня туда манит и тащит? Что это такое? Я об этом очень подробно рассказывала. Смотрите видео. Вкратце скажу, что вас берут эмоции, то, что вам дает, но не сам этот человек. То есть вы мозгами понимаете. Давайте вот плюсы и минусы, да? Как бы вы ко мне, если на консультацию попали, я бы сказала, давайте вы посмотрим минусы, или какие я минусы вижу, да? Первое. У него нет ни работы, ни квартиры, ни машины, ничего финансово-социального. Жить ему, а там, простите, что обижу, не с целью обидеть, а этот человек без определенного места жительства. А минусы. Финансово ничего нет. Жить ему негде. Перспектив никаких у него нет. Вы мне, я не помню, возраст вы мне его не писали. Или ему 30, а нет, мне 36 лет, я 6 лет в разводе, а про него, про возраст ничего не было. Что еще? У него есть социальные странички, в которых всякие женщины, которым ставят лайки. Пятое. Он финансово тянет своих сестер, родственников, папу, потому что нет всю свою большую семью у него, мама. Шестое. Он пропал в неизвестном направлении, типа утопил телефон, ясно, понятно. К нему приехала девушка, все это, вскрылись его переписки, общения, флирты. Он все нафиг просто в один момент заблокировал, поудалял все к чертовой матери. Не мог выходить на контакты, потому что она рядом с ним парила неделю. Вот она приезжала неделю в отпуск. Чтобы не палиться, он все это, типа, там, не знаю, удалил, сломал телефон или еще что-то произошло. И поменял социальные странички. Вот он все поудалял. Ей уши напил, она, я думаю, уши развесила, поверила, что он заменился все идеально и справился. Седьмое. Я вижу, что он ведет двойную игру вот этими фактами. Тут уже далеко вообще ходить не надо. Никаких объяснений логических такому поведению я не вижу. Восьмое. Он весит на вас чувство вины того, что ты не приезжаешь. Он ничего не обещает ни финансов. Ну, сядь, дорогой, денег у него нет на это. И на вас чувство вины притягивает. Вот девять минусов я насчитала, да? Плюсы смотрим. Страна вас не притягивает. Замуж вы вроде как за него, типа, не хотите и все такое. Ну, приятные комплименты, внимание, что мне оказывают, что мне пишут. Со мной общаются, флирт. Короче, просто получение внимания от мужчины. Какие еще плюсы, девочки? Пишите в комментариях. Я вот, что еще, какой плюс? Ну, ладно, это тоже в принципе одно и то же. Но сделаем второй пункт, чтобы хоть что-то было позитивное. Я чувствую себя женщиной, поднимаю себе самооценку. Мне приятно внимание мужское. Ну, по сути, это одно и то же, что я до этого сказала. Еще плюсы? Я не вижу. Все. Это общение для поднятия самооценки, почувствую, что я кому-то нужна. А минусов, напомню, было девять. Из вот этого всего смотрим, да? Что у нас получается? Типичный курортный альфонс, без места жительства, без денег, врущий, обманывающий, куда-то пропадающий. Именно на срок в одну неделю, а то и в две недели, может быть, да, когда приезжают люди в отпуск, да? Не на три дня, не на четыре, там, и на месяц. Именно недели. Который меняет при этом в этот момент кризиса, когда он пропал в соцсети. Это само за себя говорит. То есть, ну, теперь, я лично, для меня, может, это обман будет моей, с моей стороны, вранье, да, я, там, человека, там, оскорбляю каким-то образом. Но я это вижу, как типичного курортника ловеласа, которого миллион баб всяких в соцсетях, где он с ними знакомится. Всем он говорит, что он всех любит, и сам ничего при этом не представляет. Как прекрасно развлекается, все с ним в порядке. Вот я что скажу по этой ситуации, какой, дам комментарий. Делайте выводы, вам это надо или нет? Мне еще понравилось, меня задело, точнее, мне не понравилось. Мне очень не понравилась фраза, но она меня вообще задела. Я не хочу свои кровные заработанные деньги на него тратить, ехать. Но в отпуск я поеду туда в октябре месяце. Возьмем семейный тур, а там посмотрим, как я с ним общаться буду. Меня туда манит и тянет. Алло, вы можете поехать в отпуск, потратить деньги в любую другую страну? Ну, окей, сейчас ковид, ситуация, но все равно. В другие страны вы можете поехать. Даже сейчас можно улететь в Европу все равно. Или не ехать в отпуск. Поехать в отпуск в какое-то другое место. Почему именно? Вы все равно к тому и идете. Вы тратите свои деньги на отпуск, постараете его под вот этого человека, под встречу с ним. Потому что, к сожалению, у вас тянет просто то, что вы кому-то нужны. У меня была прекрасная жизнь. Я всем была удовлетворена. И финансово, и морально, и отбой, скажем так, от ухажеров. У меня вообще никогда с этим проблем никаких не было. Но для любви, для души, для отношений, я вот так же, как будь, страдала, думала, у меня никого вокруг нет. Это не то, что мне нужно, и все прочее. В самом деле, даже при хорошем количестве, скажем так, количестве ухажеров, и в их достатке, скажем так, не знаю, как это правильно называть, да, в их избытке, в изобилии, в выборе, я не находила. Знаете почему? Проблема была во мне. Я честно скажу, я это проработала только с психологом, потому что у меня была проблема страха отношений, серьезных для себя, для того, что я хотела. Это мои личные были проблемы, которые мне помогли решить только терапия и психолог, хотя я сама психолог. Но сам с этим разобраться все равно даже самому себе, это нереально, это тяжело, на со стороны, чтобы тебя кто-то вел. Благодаря терапии я только это, скажем так, преодолела, и перестала бояться отношений. А это все с детства. У меня, вы знаете, я с мамой росла без папы, это мои обиды на папу, непринятие моего папы. И, соответственно, когда у меня появилось желание серьезных отношений, там, свадьбы, детей, мне подошло, скажем так, время, я поняла, что это я хочу. И я встречала парней, я могла, то есть, выйти замуж не только за своего мужа, за любого другого парня, да, но я в них не видела этого. Потому что я боялась, у меня свои комплексы были проблемы в отношении моего папы. То есть я сразу, знаете, накладывала муж, теряя, естественно, как мне казалось, папа, я такого не хочу. Поэтому я долго копалась, выбирала. На самом деле проблема была, страх отношений серьезный. И когда я решила свои проблемы со своим отцом, благодаря терапии, я имею в виду, у меня просто в этот момент подвернулся, скажем так, встретил меня в этот момент мой муж, когда я была с чистой, здоровой, психикой, светлой головой. Мы начали общаться, и так сложилось, что он меня, скажем так, зацепил каким-то образом. Я прекрасно знаю, что на его месте мог быть русский какой-то мужчина. Проблема-то не в том, что у меня муж хороший. Он мне очень хороший, я очень люблю мысли. Тут вы идеально подходим. У нас все хорошо. Но я его увидела и выцепила из толпы всех. Потому что моя психика была здорова на тот момент. И у меня не было этого страха и проблем. Чего я всем вам желаю. Если вы сами не можете решить подобные проблемы, обращайтесь к психологу. Вот что я хочу сказать. Это не какая-то ерунда или еще что-то. Поверьте, вот я сама психолог. Я сама себе не могла помочь. Потому что у тебя куча эмоций, ты этому поддаешься. Ты должен идти на терапию, об этом общаться, решать, смотреть на себя со стороны. А сам на себя со стороны посмотреть очень трудно, когда ты сам с собой в своей голове диалог ведешь. Поэтому я и объясняю тем, что правильно как бы выразиться. Проблема не в этом мужчине, что вас туда тянет. Вас тянет туда, это вы хотите убежать от своих проблем, которые у вас дома. У вас дома проблема, что вы одинокие. Но одиноки вы по причине того, что внутри вас что-то есть. Какие-то страхи, разочарования, мужчины и все прочее. Если у вас есть комментарии, девочки, пишите. Комментарии к этой женщине. Дайте ей совет, она будет благодарна. У меня под видео всегда есть почта для ваших историй. Если вы не готовы на публику, то вы носите анонимно, как-то хотите решать этот вопрос, сможете записываться на консультацию. Мы скоро увидимся. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok